Мы будем поступать так, чтобы каждый беларус чувствовал себя свободным. Свобода это не просто, как вот этот персонаж утверждает вам, пожрать и отправить естественную нужду. Свобода это не только наше право дышать воздухом. Потому что это свобода, которая предоставляется любому животному, который фактически стоит в стойле. Свобода имеет материальное измерение. Свобода это когда у каждого беларуса, помимо заработной платы, которую он получает на заводе, на котором он работает, у него будут акции Белавия, у него будут акции Белтелекома, у него будут акции Биклауда или Центра обработки данных, которому бесплатно передано, бесплатно передано и 4G и 5G, то что бюджет Чехии, бюджет Венгрии получил по полмиллиарда долларов, им было передано бесплатно, чтобы они могли эти деньги, полученные и заработанные деньги, выводить на офшоры. Так вот, беларусы будут совладельцами этой компании тоже. Беларусы будут совладельцами беларусской калийной компании. Беларусы будут совладельцами всех естественных монополий, которые существуют в Республике Беларусь. Беларусы, которые работают на государственных предприятиях, 50% акций будут переданы работникам этих предприятий. Сегодня, если Лукашенко, если вы чувствуете, что какой-то подлец, какой-то мерзавец делает что-то недостойное, да вы вынуждены, как говорится, успокаивать свою совесть, вы вынуждены успокоить совесть. А спокойная совесть, как говорил Альберт Швейцер, спокойная совесть это изобретение дьявола. Он смотрел это с точки зрения морали, я смотрю на это с точки зрения материальной обеспеченности каждого человека. Что если я вдруг увижу какую-то подлость, какую-то мерзость, какое-то неприятие чего-то, что моя совесть выступает против этого, я должен встать и сказать и не бояться, что меня уволят. Да, если я сегодня рабочий на предприятии, меня увольняют, меня этот режим лишает всех источников существования. Он бьет нас по пузу. Он понимает, что все являются зависимыми от него именно потому, что мы не являемся их совладельцами. В будущем этого не будет. В будущем, если вы увидели какую-то мерзость в лице Лукашенко 2.0, вы встали, вы высказали свою позицию, вас уволили, но вы продолжаете оставаться акционерами всех народных активов, всех основных природных средств, которыми нам наделила нас природа. Вы остаетесь акционерами тех предприятий, на которых вы работали, и вы найдете в себе тогда достаточно сил, достаточно мужества для того, чтобы под лицу сказать прямо в лицо, что ты являешься под лицом, не боясь того, что тебя уволят.